Привет, мои дорогие! Меня зовут Настя. Нам часто кажется, что успеху в нашей жизни мешает наша внешность. Были бы наши ноги длиннее, была бы наша фигура страннее, тогда мы бы были счастливы. Мы сравниваем себя с другими и почему-то все время не в нашу пользу. Давайте поговорим об этом. Других людей мы всегда воспринимаем субъективно. Мы не находимся с ними каждый день и видим их такими, какими мы хотим их видеть. Мы видим длинные ноги Маши, ее стройную фигуру и красивые голубые глаза у Кати, ее маленький нос. Почему так происходит? Мы ориентируемся всегда, когда мы оцениваем других людей, ориентируемся на свои собственные желания и представления красоты и также ориентируемся на навязанные нам стандарты красоты. То есть, скажем, если с детства вы всегда считали серые глаза эталоном красоты, а сами были обладательницы, например, голубых, зеленых, карих, то человек с голубыми, зелеными, карими глазами вам всегда будет казаться менее привлекательным, чем серыми. Это ваше собственное восприятие красоты. Навязанные стандарты. Например, каждый день мы смотрим, пролистываем журналы или какие-то статьи в интернете и видим, что нам постоянно внушают, что красивая девушка – это только встроенная девушка. Постепенно может произойти так, что эта информация вобьется к нам в голову, залезет куда-то глубоко, далеко, и мы только так будем воспринимать красоту. Вот так, а не иначе. Вот это и есть для меня стандарты красоты. Если мы с вами перенесемся немного во времени и вспомним красоток 50-х, 40-х годов, пин-ап красоток на открытках, каких-то журналах, которые были модны, например, в Америке, то мы вспомним, что эти девушки, они были, да, они были стройные, но они не отличались какой-то экстремальной худобой, как модно, например, сейчас. Или сейчас модно быть загорелым, да, в основном же это так. Некоторые люди ходят в солярий и зажариваются до невероятного цвета. Вот, а если мы поговорим о 19 веке, может быть, вы сами помните повести Пушкина, где красавицы тоже использовали зонтики, защищаясь от солнечного света. То есть модно было быть бледными девушками в то время. Если мы перенесемся еще дальше, еще дальше, то мы вспомним какие-то полотна художников, там, не знаю, 14 века, может, еще дальше, я точно не помню. Но девушки, женщины изображались пухленькими, полненькими, с хорошими женскими формами. Мы поймем с вами, что мода, она не постоянна. И мода, она, это не только кофточка или помада. Мода, это мы сами, мода, это внешность наша, которая нам дана от природы. То есть, вот ты родился такой, нет, ты не модный, а модный такой. И если ты родился таким не модным, то почему ты должен подгонять тебя под эти стандарты? Вопрос, почему? Вот лучший пример, что этого делать не нужно, это люди, которые бесконечно делают операции. Они не могут остановиться пластически, да, там, увеличивают себе грудь, губы, уменьшают носы и превращаются в каких-то одинаковых людей. И дай бог, что это все заканчивается благополучно для их здоровья. Вот что по-настоящему модно и красиво, да, это быть здоровым. Если ты здоров, то ты уже красив. У тебя изначально будет, там, нормальная кожа, если ты, там, следишь за собой, да, внутри, питаешься нормально. Лучше стремиться к таким вещам, там, питаться, может быть, заниматься спортом, и тогда ты сам станешь красивым. А вот эти вещи, что у нас, там, большой нос или маленькие глаза, это все надуманно. Вот вспомните маленьких детей или животных. Вот неужели, неужели мы думаем, что они будут переживать о том, какой у них нос или какие уши, или неужели моя кошка будет переживать о том, какого цвета у нее шерсть? Это абсолютная глупость, мы будем смеяться, да, если мы начнем обсуждать. Вот моей кошке не нравится ее внешность, это просто смешно. А все потому, что животные, маленькие дети, они не думают о глупостях. Они живут сегодняшним днем, радуются жизни и радуются каждому дню, что, в общем-то, должны делать и мы. Но нет, мы вырастаем, мы взрослеем, мы учимся быть не только умными, но и глупыми тоже, судя по всему. Но самое главное, это не стандарты красоты, которые можно все-таки разнести в пух и прах, поговорив об этом и понять, что это все навязанное нам, а то, как мы сами воспринимаем себя. Почему я сам себя чувствую некрасивым? Кто нам это сказал? Мы почему-то думаем, что те женщины, которых мы видим на обложках или в кино, что им никогда не говорили об их недостатках, об их формах, об их цветах волос, глаз или еще о чем-либо. Мы ошибаемся. Потому что любому человеку, даже самому красивому в наших глазах, когда-то могли сказать, что у него якобы происходит не так со внешностью, понимаете? И мы зациклены на себе. Неужели вы думаете, что если мы ходим по улице, и кто-то постоянно видит, ах, вон пошла она с огромным носом. Да, тебе самой, может быть, тяжело жить с этим. Вот надо разбираться, почему. Почему ты себя так воспринимаешь? У меня раньше тоже было такое восприятие. Вот я думала, что у меня крупный нос, хотелось бы, чтобы он был меньше. Но когда я взрослела, я начала понимать, что это глупо. Глупо зацикливаться на таких вещах. Мы все разнообразные. Сколько существует национальностей, сколько существует разных рас, и сколько всего на свете существует. Почему мы на этом зацикливаемся? Никогда еще одна красота не была залогом успеха и счастья. Мы возьмем, например, таких красивых актрис, красивых, но нестандартной красотой. Как Барбара Стрейзент, например, или Сара Джессика Паркер. Да, это интересные женщины. И что у них есть? Почему мы все равно их воспринимаем интересными? Хотя если мы начнем так вот разглядывать их детально, там нос, глаза, то-то, что так, что не так, мы, может быть, найдем к чему придраться. Но нет, мы воспринимаем их интересными. Почему это происходит? Потому что эти женщины, они загадочные, у них есть харизма и личность. Они развивали себя внешне, ухаживали за собой, следили за собой. Внутренне что-то делали для своего успеха, что-то делали для того, чтобы воплотить свои мечты в жизнь, работать там, где ты хочешь, или заниматься своим хобби. Вот это делайте для себя. Самое плохое, что вы можете сделать, будучи недовольным своей внешностью, это сесть, забиться в угол или лечь забиться в угол. Это не важно. И плакать, плакать, и рыдать. За что это мне? Почему я такой несчастный? Вот это точно не надо делать. Вот это точно самый неправильный способ. Вы сядьте, подумайте, что я могу сделать, чтобы стать лучше, в первую очередь, для себя, для своих глаз. Может быть, я хочу иметь такую стрижку, или, там, я не знаю, носить такую одежду или обувь. Что сделает меня красивее и привлекательнее, в первую очередь, для себя? Вы для себя станете привлекательнее, тогда и станете привлекательнее для других. И если внутри люди будут чувствовать вашу силу, ваш внутренний свет, ваше стремление быть личностью, что-то значить, это не значит зарабатывать много денег или обязательно сниматься в кино. Это просто значит, что вы нашли своё место в жизни, вы знаете, чего вы хотите в этой жизни. Вот если это люди будут чувствовать, вы будете уже красивы автоматически. Можно быть тысячу раз лицом с обложки, но не представлять собой ничего внутри. Пока нет вот этой гармонии с внутренним и внешним, никогда красивым не будешь. Всё-таки поэтому, именно поэтому говорят, что самое главное, что внутри. Потому что если внутри что-то есть, вы будете красивым. Если внутри ничего нет, а только снаружи, красота рассеется очень быстро. Вот так вот. Наверняка я что-то уже забыла, что хотела вам сказать на эту тему ещё. Но надеюсь, вам понравилось моё видео с рассуждениями. Если у вас есть мысли по этому поводу, конечно же, буду очень рада, если вы напишите свои мысли и идеи ко мне в комментарии, и мы с вами поговорим об этом. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok